Здравствуйте! Главные события города и области в программе новости дня на телеканале Ахтова в студии Елена Мурмилова. Начнем мы наш выпуск с трагедии, которая произошла в Калачевском районе области. Здесь погиб пятилетний мальчик. Он утонул в заброшенном колодце. На этом потрясения в семье не закончились. Дедушка ребенка не смог пережить случившееся и покончил жизнь самоубийством. Все случилось 14 марта в поселке Береславка Калачевского района. Маленький Руслан, он находился под присмотром бабушки и дедушки. Пока мама была на заработках в Волгограде. В этот день гулял с собакой около дома. Выходил раз, он бегает, Руська домой, Руська домой. Потом вышло, его не видать. Я прошла туда, везде, назад и прошла. Нету его. Разыскивать Руслан отправился и вернувшийся из школы 14-летний брат. Однако поиски результата не дали. Ближе к вечеру родные мальчика обратились в полицию. Стражи порядка прочесали все окрестности, в том числе обращали внимание и на колодцы. В одном из них, всего в 100 метрах от дома, где жил Руслан, и был обнаружен труп ребенка. Глубина колодца около двух метров. Он на три четверти был заполнен талами водами. А ребенок, рост ребенка, где-то около метра двадцати. Естественно, у него не было шансов. Вода ледяная в месяц со снегом, кусочками льда. Естественно, он сразу практически погиб. По данным следствия, водопровод, где расположен злополучный колодец, не используется уже многие годы. В свое время он принадлежал местному совхозу, который был ликвидирован еще в конце 80-х. Принято решение о возбуждении уголовного дела по этому факту по статье 109 части 2 Уголовного кодекса, именно причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей. В настоящее время проводится расследование. Как признаются родные погибшего мальчика, таких заброшенных колодцев в их селе много. И раскрытыми они стоят не первый год. Мы сразу начали спрашивать, кому писали о заброшенном колодце или обращались в администрацию, в ЖКО, в милицию, в полицию, во всей станции. Никто из жителей, ну, что интересно, проявили равнодушие, никто никуда по данному колодцу не обращался. 73-летний дедушка утонувшего Руслана в смерти мальчика обвинил в том числе и себя, мол, не доглядел за внуком. Мужчина не смог пережить случившееся. В ночь на 15 марта он покончил жизнь самоубийством во дворе своего дома. Продолжение следует...